Десять новых комфортабельных автобусов поступили в Люберецкий филиал МОСТ Трансавто. Пять из них уже курсируют по маршрутам около месяца, остальные пять совершили свой первый рейс на днях. Добавлю, обновление автопарка проходит в рамках первого этапа поставок транспортных средств по программе правительства Московской области. Добрый путь! Поехали! Евгений Дапин, водитель с 30-летним стажем в Люберецкой автоколонии номер 1787, работает пять лет. Шесть дней в неделю по 10 часов. С таким графиком очень важно, чтобы рабочее место местоводителям было удобным. Очень удобный, комфортабельный автобус. Удобства для водителя в принципе все есть. По евростандарту имеется климат-контроль, очень мягкое, плавное движение. Коробка автомат, да, это очень важный элемент. Сейчас они присутствуют на всех современных автобусах, в том числе и на этом. Кроме того, новые автобусы оборудованы системой климат-контроля, информирования пассажиров, а также навигацией. Это автобусы большой вместимости с мягким салоном, 47 посадочных мест, которые представляют собой, ну, новое, наверное, поколение автобусов, да. Они присутствуют для перевозки маломобильных пассажиров, существуют в автобусе места, специализированные для перевозки колясок, а также специализированные системы для входа и выхода пассажиров. Одним словом, в этих автобусах есть все, чтобы поездка стала приятной и комфортной. Их сегодня в этом убедились и сами пассажиры. Чтение первое – это, конечно, удобное очень кресло. Не сравнить с теми, на чем я ездила. Потом, конечно, мне кажется, что он больше по габаритам. Такой светлый. Новые автобусы будут курсировать по 501 маршруту от метро Увыхина до Таможенной Академии. На одном из них вместе с сотрудниками Мострансавта и представителями СМИ прокатился и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Поездкой остался доволен. С сумкой, с коляской, с ребенком в маленький автобус не войдешь. Нужны вот такие автобусы. Поэтому я думаю, что мы автоколонну общими усилиями будем развивать, транспорт будем пополнять. К марту 2018 года в Люберецкий филиал поступят еще 34 автобуса. В общей сложности к весне ряды Мострансавта пополнят 1758 подвижных составов. Добавлю, в предприятие уже переданы более 260 единиц техники. Они распределены по наиболее загруженным маршрутам Подмосковья. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.